Здравствуйте! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на неделю с 31 августа по 6 сентября. Это первая неделя наступившего нового сезона осени. И с осенью у нас, наверное, будет связано определённое впечатление в связи с тем, что Юпитер и Сатурн, как вы помните, в сентябре будут выходить из своих последних, собственно говоря, кто-то из первых и последних, кто-то из последней петли по Козерогу, и брать курс на Водолея. Об этом я говорила в общем прогнозе. Если вы ещё его не смотрели, то советую его посмотреть. Плюс ещё в сентябре у нас Марс становится ретроградным, и он будет ретроградным вплоть до середины ноября. Ну а потом он ещё какое-то время будет стационарным, а значит все дела, которые с ним будут связаны, тоже будут в каком-то процессе торможения находиться. Так что осень специфическая, и будет нам давать много с одной стороны событий, с другой стороны наоборот, может способствовать определённым проволочкам в отношении огромного количества наших планов. Поэтому, как говорится, терпение и труд всё перетрут. И для этой осени это хороший лозунг в связи с тем, что Марс ретроградный, хотя он и в Овне, он будет много обещать, но может недостаточно спотивировать на реальные действия. С другой стороны, этот стиль он в Козероге, который будет вплоть до конца декабря, ну или где-то до середины декабря точно, он будет говорить о том, что, ребят, надо терпеть, надо просто работать ради работы, быть в процессе ради процесса, да, о чём нам многие-многие философии восточные твердят. Вот как раз мы и проверим, проверим по поводу того, насколько нам лично эта философия может подойти. Но что касается аж первой недели этого предстоящего, такого непростого и интереснейшего сезона, то на ней свои события, которые тоже некоторых из нас не оставят равнодушными, а некоторых так захватят, что могут дать тему для жизни, для размышлений, для проживания на ближайшую осень, а может быть даже и на зиму. Я говорю про тот Тау-квадрат, который формируется за счёт Венеры и Марса на Сатурн. Вы помните, что в конце августа у Венеры будет оппозиция к Юпитеру, а в начале сентября у Венеры будет оппозиция к Сатурну. Юпитер и Сатурн у нас стоят недалеко друг от друга, поэтому Венера быстренько пробегает их всех. Понятно, что она будет ещё создавать и оппозицию на Плутон. Как раз-таки 30 августа это произойдёт, или уже произошло, возможно, кто когда смотрит. И получается, что, добежав до Сатурна, она столкнётся с Марсом, потому что он на Сатурне, собственно говоря, разворачивается, на квадрате с ним. Создастся треугольник из трёх очень напряжённых планет друг к другу — Венеры, Марса и Сатурна. Правда, здесь нельзя не отметить, что Меркурий, будучи в знаке Девы, являя собой некий такой примиритель, выступает здесь в роли, скажем так, аналитика и просто прагматика. И он немножечко градус активности всех этих трёх планет. Они чрезвычайно ярки в своих проявлениях. Даже Венера, будучи в Раке, она, в принципе, достаточно в своём сильном положении водном. Но Меркурий, добежав до Венеры, в то же самое время, что и Венера добежит до Сатурна, и до Марса, будут создавать такой тандем. То есть будет и напряжение, и разряжение за счёт здравого смысла. Потому что Меркурий в Деве. Мы подумаем хорошо и поймём, что, может быть, нам не надо бороться. Может, надо немножечко градус агрессии снизить. Может, надо о чём-то спросить или что-то честно сказать. В общем, мне кажется, что Меркурий нам будет только лишь на пользу. Особенно, если мы им начнём в эти дни пользоваться. Когда же эти дни? Конечно, самое яркое время – это 2 сентября. Потому что это время полнолуния. И как раз-таки в полнолунии этот чёткий ТАО квадрат создаётся. Полнолуние, кстати, произойдёт в 11 градусе Рыб. Я о нём тоже говорила в общем прогнозе. Говорила о том, что, собственно, само по себе время хорошо для выяснения всего, что было не выяснено до этого. С другой стороны, есть такой момент, что у Рыб нет задачи ничего выяснять. У Рыб есть задача что-то проживать. Сугубо эмоционально и очень глубоко. И, кстати, достаточно противоречиво при этом. Поэтому как раз-таки у Рыбы есть даже какой-то символ. Да, рыбы, плывущие в разные стороны. Поэтому сказать, что мы всё-всё-всё проясним, нет. Но мы можем поставить определённые запятые. Мы можем выяснить некоторые детали и моменты, к чему способствует Меркурий в Деве. К нюансам. К нюансам он нам склоняет. Итак, 1, 2, 3 сентября — это точно время нюансов. Может быть, в личных отношениях. Не забываем Венера и Марс в эмоциональных знаках. Сатурн препятствует сближению этих эмоций. Сатурн разделяет этих прекрасных двух, как правильно сказать, астрологических явлений любви, секса, эмоций. В общем, Сатурн как злой дядька, который не даёт двум влюблённым соединиться. И вот как-то помогает этому Меркурий. Так что мы можем здесь увидеть драму, какую-то страсть, выяснение отношений. И быть может, в принципе, с неплохим концом, если люди воспользуются возможностью сказать друг другу что-то честно и при этом о чём-то очень важном. О каком-то нюансе всего лишь сказать надо будет. Но вот этот какой нюанс, у каждого он свой. Если мы говорим о взаимоотношениях в принципе, то, конечно, это время сложности во взаимоотношениях. И я бы сказала, что здесь рассчитывать на лёгкое течение каких-либо дел, профессиональных или личных, ну просто не приходится. Наоборот, время сугубо, глубоко конфликтное. Кстати, у многих из нас мы можем выяснить то, чего или не должны были выяснять, да, вот по полнолунию в рыбах. Или мы выясним, и у нас появится такое мнение, мы его сложим так, что мы как бы будем заблуждаться. То есть оно будет неправильным, это мнение. Но вот когда мы с ним расстанемся, когда мы разубедимся в нём, это большой вопрос. И вот что мы сделаем, когда уже это мнение сформируется, на его основе, это тоже большой вопрос. Сколько мы ошибок можем наделать. Так что поосторожнее, не рубите сгоряча 1, 2, 3 сентября, а то будет мучительно больно. Что касается 1 сентября, то тут ещё очень интересный момент, что Меркурий как раз-таки перед Венерой делает аспект на Плутон, а 3 сентября он сделает аспект на Сатурн. И всё это аспекты благоприятные, это всё хорошие аспекты. Поэтому, то есть не только на Венеру он делает аспект. Поэтому, в принципе, всё, что касается дел таких, ну скажем так, связанных с аналитикой, с работой, с информацией, с её структурированием, алгоритмированием и так далее, это время хорошее. Возможно, вам что-то надо написать, возможно, вам какой-нибудь отчёт надо заполнить, там, не знаю, какие-то документы предоставить. Может быть, в своих делах, в конечном итоге, в компьютере навести порядок. Вот это вот первые 3 дня этой недели, они чудесно для этого подходят. Как раз-таки, может быть, вы переключите своё внимание на такие рутинные вещи и забудете о выяснении отношений, у вас не появится потребность на кого-то позлиться, на ком-то сорваться или с кем-то, честно кому-то в чём-то признаться. Ну, то есть сейчас, может быть, стоит избегать таких, вот такой близости, скажем так, эмоциональной, потому что она не к добру сейчас, к сожалению. Что касается пятницы, то вот в пятницу как раз точный аспект между Венерой и Марсом, Меркурием и Венерой. Но он просто включится ещё в полнолуние, но будет нас догонять всю неделю. А суббота и воскресенье интересны дни тем, что транзиты здесь отсутствуют как таковые яркие, но зато здесь присутствуют две ингрессии. В субботу у нас в Меркурии переходит знак весов. А в воскресенье 6 сентября Венера переходит в знак льва. И это тоже очень сильно влияет на наше восприятие и любви, и эмоции, и, конечно, наше воспринятие информации. Вы знаете, чтобы не забыть потом, хочу сказать о том, что у меня сейчас как раз таки в сентябре есть ещё время для консультаций. Поэтому те, кто спрашивает в комментариях по поводу того, как записаться на консультацию, переходите, пожалуйста, под этим видео по ссылке на мой сайт, и там посмотрите все консультации, выберите, заполните форму заявки. Это что касается как раз таки Меркурия в весах. Пришло время нам поговорить о вас. А что касается Венеры во льве, то здесь вот как раз после такой ярких событий, которые она пережила, будучи в Раке, в середине и в начале этой недели, вполне возможно, что мы получим фейерверк чувств в воскресенье. И эти чувства могут быть связаны, в принципе, с положительным трендом после какого-то отрицательного, которое мы получили в середине или в начале недели. А может быть наоборот. Вот это львиное, знаете, лев, он очень требует внимания. И когда ему не дают этого внимания и этой любви, он становится разъярённым. Но вы понимаете, злой зверь очень и очень опасен. Поэтому не злите друг друга в воскресенье. Наверное, даже в воскресенье, если правильно трактовать этот переход, то я бы советовала наоборот тех людей, которых вы хотите задобрить, с которыми вы хотите иметь отношения в этом сентябре, а может быть и в последующем октябре, а может быть вообще просто перманентно хотите иметь отношения с ними, дружеские, любовные, симпатию, чтобы они испытывали к вам, хвалите их почаще. Именно в воскресенье. Потому что все мы будем очень и очень к лесте склонны в этот период. Поэтому полагаю, что было бы хорошо, если бы мы друг у друга заметили то, чему можно сделать комплимент, за что можно друг у друга порадоваться. Я же говорю о том, что неделя будет чудесная, она будет очень яркая. И, наверное, в эту неделю мне кажется, что у меня появится много поводов что-нибудь написать в своей ленте в Инстаграме и Фейсбуке. Так что подписывайтесь на меня, потому что там я делюсь новостями, вот прям, которые сейчас только произошли, или той мыслью, которая только что пришла. Готова делиться, готова комментировать, готова обсуждать, готова к диалогу. Здесь это не особо получается, там просто площадка поудобнее. Так что жду вас в своем аккаунте. И, конечно, я жду вас в следующих своих видео. Если вам они нравятся, то делитесь ими, пожалуйста, в своих аккаунтах в соцсетях. Обнимаю и целую вас крепко. До новых встреч. До свидания.